Статья о Замкове Алексея Андреевича Вот все говорят, вот ты тут главный уринотерапевт, ты тут со своим мочой всем надоел Позвольте, все это было до меня И более того, познакомимся с Замковым Алексеем Андреевичем, который исследовал этот вопрос и создал гравидан Супер препарат из урины беременных женщин Итак, вот интересная информация о нем Он говорил, людей надо лечить, а не убивать Или об одной из попыток открыть эликсир в вечной молодости Справка. Замков Алексей Андреевич, 22 марта родился 1884 года, 25 октября 1942 года в Москве умер Русский, советский врач, хирург, терапевт, уролог, создатель первого мира промышленного препарата гормональной терапии гравидан Сырьем служила моча беременных женщин Вот что он говорит Это натолкнуло меня на мысль использовать мочу беременных в лечебных целях вместо принятого выделения из нее отдельных гормонов и других веществ Я рассчитывал на успех, прежде всего при заболеваниях, связанных с нарушением половой функции, в частности с ее угнетением в пожилом возрасте Итак, детство и особенности характера Он внук крепостного крестьянина, окончил церковно-приходную школу и Клинское уездное училище О силе характера говорят поступки В детстве он каждый день и в зимние морозы, и в весеннее половодье пробегал 10 верст Это чуть больше 10 километров Тяга к образованию Окончил курсы бухгалтеров, ведя полуголодный образ жизни Зрелый период жизни участвовал в революции 1905 года В середине 1910 года отошел от революционной деятельности Решил посвятить свою жизнь врачеванию Для этого вначале надо было получить гимназический аттестат зрелости Первые экзамены он провалил Чтобы подготовиться более основательно, он бросил работу и год жил в нищенской коморке При одной свече в проголок, все время отдавая изучение предметов, сдал экзамены, получил аттестат аж к 30 годам 26 лет он решил учиться дальше Через два года сдал экзамены экстерном в университете и поступил на медицинский факультет Это был 1911 год В 1914 году окончил медицинский факультет Московского императорского университета По специальности хирург, уролог, эндокринолог Стал практикующим врачом, снял квартиру с телефоном, в которой жил и принимал пациентов С начала Первой мировой войны ушел на фронт военным хирургом Руководил фронтовым госпиталем в армии, которая осуществляла бурсиловский прорыв Там тяжело заболел ТИФом и попал в госпиталь, это был 1916 год В госпитале познакомился с Верой Мухиной, будущим известным скульптором, который создал скульптуру рабочий и колхозница, стоит на ВДНХ В 1918 году Замков и Мухина вступили в законный брак В 1920 году родился сын Волик Севолод Роды принимал сам Алексей Андреевич домом В 5 лет сын заболел костным туберкулезом Костный туберкулез, это, как говорится, хана На врачей надежды не было Сами его спасли Дома, на обеденном столе Замков прооперировал сына, вопреки всем медицинским предписаниям И через 2 года Волик оставил костыли, стал здоров В эти годы Замков вел обширную практику, много оперировал У него была отличная интуиция и чуткие умелые руки хирурга О его хирургическом мастерстве с восхищением говорили такие авторитеты, как Бурденко, Юин Крупный советский хирург и ученый, главный хирург НИИ СП имени Склипасовского Открытие гравидана В 1927 году лаборант профессора Кольцова в знаменитом институте экспериментальной биологии Там в 1929 году был открыт и произведен гравидант При клинических испытаниях на красноармейцах он дал заметный положительный эффект при лечении целого ряда заболеваний Алексей Андреевич был весьма разносторонним специалистом и следил за медицинскими открытиями своего времени В 20-е годы прошлого столетия бурно развивалась эндокринология В качестве восстановления утраченного здоровья и продления молодости Предлагались инъекции семенной жидкости, вытяжки из различных органов и тканей и даже пересадка половых желез Замков увлекся поисками резервов человеческого организма, омоложения, в том числе сексуального и победы над старостью А толчком для исследований Алексея Замкова послужило недавнее открытие В 1927 году биологах-эндокринолог Ашгейм и гинеколог-эндокринолог Цондек Они открыли, что в моче беременных женщин образуется в большом количестве особый гормон Пролан Который восстанавливает половую сферу животных и человека Замков не выделяет этот гормон, а использует всю мочу беременных, особым образом ее обрабатывая Кстати, моча беременных женщин в лечебных целях применялась уже в древности До моего рождения задолго, на много-много тысяч лет Как вспоминала Вера Мухина, он прочел в одном из немецких журналов А в опытах двух ученых, которые впрыскивали мочу беременных женщин неполовозрелым мышам И убедились, что половые органы этих мышей в 100 часов достигали размеров взрослых мышей Это страшно заинтересовало Замкову Он стал делать опыты над мышами и убедился, что это верно Ему пришла мысль, если моча беременных женщин такое сильное средство к развитию половых органов Не может ли она быть лечебным средством? Многочисленные опыты с животными показали, что моча беременных женщин Не только стимулирует развитие полового аппарата у самок и самцов Но и дает общий омолаживающий эффект Старые, слабые, полосевшие мыши после инъекции гравидана преображались Молодели и давали здоровое потомство Об опытах Замкова узнал профессор Кольцов И пригласил его поработать у него в институте экспериментальной биологии На что Алексей Замков с радостью согласился Решено было использовать этот естественный стимулятор Для коррекции нарушений половой сферы у человека Но вначале следовало убедиться, что моча не ядовита Все говорят ядовита Как ты можешь пить назад, принимать, стирать и так далее Это же яд, организм выбрасывает Итак, что моча не ядовита и может применяться для инъекций Для этого он прыскивал мышам огромные дозы мочи И убедился, что она нетоксична Как до этого принято было думать И думается до сих пор Потому что мысль остановилась в этом Направлении Никакого прогресса Ни-ни-ни-чуть-чуть Также следовало установить оптимальные дозы И научиться стерилизовать ее так Чтобы в полном объеме сохранились все биологические свойства Я считаю, не столько биологические свойства А информация, которая находится в моче женщины Когда плод развивается То есть в первые три месяца, когда идет закладка различных органов И развитие как раз вот эта вот информация руководит И потом, когда мы информацию применяем, она подталкивает наш организм Обновляет он То есть нам нужен тот же стимул, который нас развивал Подтолкнуть стареющий организм Это, увы, понял я один Изучив множество трудов, доктор Замков из мочебеременных женщин создает препарат Путем особой обработки мочебеременных мне удалось получить стерильный Весьма активный лечебный препарат Который я назвал гравиданом От гравида беременность Так пишет Замков в статье, опубликованной в журнале Новый мир номер 8 за 1935 год Механизм действия гравидана Замков объяснял Как сильное воздействие комплексного полигармонального препарата Его можно вводить внутримышечно и принимать внутрь Курс лечения в среднем длится 1-2 месяца Инъекции делаются через день Дозы от 1 до 10 кубических сантиметров Средняя доза 2-4 кубика Как я сказал, я лично считаю Потому что я использовал упаренную мочу Когда моча упаривается То все биологически активные вещества под вод действием кипячения разрушаются Остается только одна информация, которая не разрушается Плюс вода становится совершенно иной Она меняет свои характеристики И более такая вода, как бы сказать, нужна организму Это можете прочитать в моей книге из сосуда своего Итак, что говорил Замков? Он может спасти от преждевременной смерти Продлить жизнь в ее физиологических пределах Отодвинуть наступление старости Но бессмертие гравидан не дает В начале эксперименты проводились на животных Прыскивание гравидана старым самцам и самкам мышей Резко повышало их половую функцию Авогенез, созревание яйца И сперматогенез, образование сперматозоидов И значительно оживлялись И приближались по типу к таковым у молодых животных Старые, слабые, полысевшие, исхудавшие и ослепшие мыши Которые едва передвигались и с трудом находили свою кормушку После впрыскивания гравидана преображались Они полнели, их шерстяной покров восстанавливался Лысины зарастали лоснишись шестью Они начинали свободно двигаться И с аппетитом поедали свой корм Самки, подсаженные к старым самцам в клетку Были оплодотворены и дали здоровое потомство Истощенному 20-летнему жеребцу Который от слабости едва стоял на ногах Не принимал корм Был приснут 10 раз гравидант по 50 кубических сантиметров Жеребец после уколов стал есть Начал полнеть Понос у него прошел Появилась мышечная сила На нем снова стали работать, баранить, пахать и запрягать для езды У жеребца появилось яркое половое влечение Чувство привязанности к одной кобыле стало столь велико Что на ее призывный зов он понесся к ней на всю мощь Даже будучи в упряжи Через все преграды, канавы, изгороди Жеребец дал потомство Первым пациентом из людей был сам Замков 8 февраля 1929 года он вел в себе 15 кубиков гравидана Как он вспоминает Будто выпил бутылку шампанского Длился этот подъем ну день, десять А подопытная фауна не ивствовствовала Старый рысак, которого готовили к забою после инъекции, показал рекордную резвость Всякая тварь крепла, плодилась и размножалась, как в раю Сразу же уменьшилась одышка и сердцебиение Появилось настроение, особая ясность мысли Оздоровляющее действие гравидана на весь организм и его влияние на половую сферу У глубоких стариков, прослеженных мною еще в 1929 году Очень дряхлые, едва передвигающиеся Часто едва стоявшие на ногах под влиянием гравидана Восстанавливали свои силы и здоровье настолько Что нередко возобновляли свою половую жизнь В одном случае у 80-летнего старика появилось сильное половое влечение И это после 27 лет полового покоя Представляете, вы представляете, насколько сильно влияет информация Новорожденная юная, которую в виде словесного уже образа использовал Григорий Фытин То есть видите, как можно информацию использовать Смотрите все внимательно, слушайте все внимательно Для многих эта информация может оказаться жизненно важной И помочь в трудную минуту В другом случае еще более глубокого старика Обвинили в неприличном отношении к соседке-вдове До лечения гравидана он был в состоянии старческого маразма И лежа на печи мог с трудом подниматься Держась за веревку, укрепленную на потолке Был сильно истощен, почти ничего не ел Плохо говорил и ходил под себя После нескольких уколов гравидана Общее состояние резко изменилось к лучшему Голос стал тверже Речь более четкая Легко ходил пешком большие расстояния В несколько километров и начал работать С тех пор прошло 6 лет Старик продолжает работать в колхозе По починке колхозного инвентаря И фаустовской бодрости не теряет Далее гравидан начали в массовом порядке применять в клинике Заказы на гравидан стали поступать из аптек В том числе и кремлевской Особенно эффективный препарат оказался при нарушениях менструального цикла у женщин Снижение потенции у мужчин Способности заживлять раны Улучшать сон Возвращать силы больным и истощенным Алексей Андреевич говорил Что лекарства выполняют лишь роль регулятора Всякое заболевание и есть в сущности нарушение гормонального течения Жизненных процессов организма Вследствие часто неясной для нас причиной нарушения нервной и эндокринной регуляции Богатство гравидана гормонами и другими лечебно-активными веществами Обеспечивало ему мощное регулирующее действие на нервную систему И железы внутренней секреции Отсюда восстановление нарушенного равновесия в течение жизненных процессов То есть улучшение и выздоровление Так говорил Замков Я считаю, что здесь произошло, вернее происходит подстегивание Информационное подстегивание наших угасших процессов В основе жизни лежат информационные энергетические процессы Которые в течение времени угасают И тут как раз вот эта вот новенькая обновленная информация Только раз вливается в наш отрыхлевший организм И запускает его, мощно запускает Вот в чем Настал 30-й год, популярно Замкову огромно Еще бы гравиданом заинтересовались в Кремле Он лечит высокопоставленных лиц в государстве Первым был Максим Горький, успешно прошедший курс гравиданотерапии Еще в 1929 году О чем никто не знает, понимаете? Далее был Молотов, Каганович, Калинин, Кларацетки, многие другие Более мелкие чины О нем и его препарате гравидание напечатали Большой медицинской энциклопедии за 1936 год Это была статья В 1928 году Замков работая над реакцией цондек Ашгейма И отметив влияние мочи беременных на половой аппарат Не только мышиных самок, но и самцов Решил испробовать действия этой мочи на половую систему человека В смысле оживления ее функций Позднее именно странной печати появились работы, посвященные этому вопросу Моча беременных раньше используют только для извлечения из нее препаратов Пролана и Фолликулина До этого ее подвергали сложные обработки с сильнодействующими веществами Вследствие чего некоторые авторы даже сомневались В торжестве получаемых таким путем препаратов с нормальными гормонами Только что приведенное соображение, а также малоэффективность И нестойкость добываемых из мочи беременных препаратов Побудили Замкова использовать на людях терапевтическое действие Приготовленным им препаратом мочи беременных Который он назвал гравиданом От гравида беременная Гравидан содержит целый ряд гормонов Следовательно является препаратом полигландулярным Среди этих гормонов один из главных является пролан Стандартизация гравидана производится именно по содержанию пролана С помощью реакции Сондык-Ашгейма Кроме гормонов мочи содержится целый ряд биологически активных веществ И далее в настоящее время имеется несколько препаратов гравидана Используемых институтом урогравидатерапии Это Москва Московским областным клиническим институтом И госинститутом эндокринологии Опять-таки Москва Гравиданотерапия применяется в настоящее время При многих патологических процессах При инфекционных заболеваниях Например, крупозная пневмония, брюшной и сыпной тифы, малярия Малярия В глазной практике Лечение осложнений трахомы Иридоциклитов Герпетических кератитов Также в качестве болеутоляющего средства Понижающее внутриглазное давление Ускоряющего заживление язв И противовоспалительного средства При полиартритах, острых и хронических Различной этиологии В урологической практике При импотенции и воспалительных процессах При болезнях сердечно-сосудистой системы В качестве регулятора кровяного давления и пульса А также в качестве диуретического средства При бронхиальной астме Катарах и язве желудка И колитах Особенно пластических Далее гравидан применяется в гнойной хирургии Особенно при фурункулезе При гнойных атитах И мостоэдитах В качестве средства ускоряющего заживление Детская практика Рахит Гипотрофия Как средство повышающего рост ткани А также при расстройстве психики Шизофрения Артериосклероз мозга Нервное истощение Депрессия Потеря умственной работоспособности И прочее В животноводстве Гравидан употребляется В качестве средств Способствующих повышению Упитанности Повышению плодовитости И работоспособности А также как лечебное средство При различных воспалительных Инфекционных процессах В частности при копытной болезни У оленей И инфекционном аборте Рогатого скота Суммируя данные Полученные при Гравиданнотерапии Гравиданнотерапии По мнению применявших Легче переносят Период Морфинной И алкогольной Обстиненции И скорее И более прочно Отвыкают От наркотиков Надо отмечить Что в большинстве Наблюдений Клинических данных Улучшения Подтверждены Лабораторными Исследованиями Крови и мочи У животных Во всех указанных Высших случаях Получен В высшей степени Благоприятный результат По наблюдениям Различных авторов На базах Различных Московских И ленинградских Ветеринарных И зоотехнических Институтов И лабораторий И тем не менее Со стороны Его же коллег Врачей И сотрудников Начинается Травля Обвинение И в мае 30-го года Создатель Гравидана Был уволен А в последующих Втором и третьем Изданиях Большой медицинской Энциклопедии Уже не было статьи От доктора Алексея Замкова И его чудо-препарате Благодаря защите Максима Горького Который убедил Политбуро Что талантливому Ученому Медику Нужна не просто Свобода А свой институт Замкову позволяют Создать его В Москве 21 августа 1932 года Создается Государственный Научно-исследовательский Институт Урогравиданнотерапии Директором его Стал Алексей Замков Успех был Ошеломляющий Например Когда на Северном Кавказе Началась эпидемия Малярии Малярии Запомним Портималярии До сих пор Что-то Ничего не создано Хотя Уже Три Нобелевских премий Заплачено По-моему Сейчас уже Четвертую заплатили Это Китайка Создала Рекарства На основе Полыни На основе Рецепта Пятитысячной Давности Итак Эпидемия Малярии То инъекции Гравидана Было сделано Из которых 80 тысяч Выздоровели То есть Вот вам Одно из средств От Малярии Все ищем Ищем Не хотим Обратиться К истории Что уже там Многие вещи Были найдены На Дальнем Востоке Гравиданам Вылечили Целую военную часть Пострадавшего От отравляющих Веществ А в тундре Успешно Лечили олени От копытной Язвы Виднейшие Профессора Психиатра Того времени Плетнев Казаков Краснушкин Ганнушкин Утверждали Что гравидант Помогает При лечении Шизофрении И других Психических Расстройств Советский Психиатр Петр Михайлович Зиновьев В лекции О гравидании Анализирует Его преимущества При лечении Нервно-психических Заболеваний В психиатрии Гравидант широко Применялся Как для лечения Взрослых пациентов Так подростков И детей Замков сумел Договориться О клинических Испытаниях Гравидана С крупными Стационарами Терапевтического Хирургического И гинекологического Профиля С разной клиникой Военно-медицинской Академии Наладил Амбулаторный Прием И в самом Институте Желающих Лечиться Было очень много Рос интерес К гравидану И среди врачей Наступает Нанотерапии Его производят В промышленных Объемах Люди Исцеляются Словно по волшебству Слепые Видели Хромые Прыгали Старики Начинали Испытывать Живой интерес К девушкам Девушки Берегитесь Замков стал Безумно Популярным Во многих Городских И даже Районных Больницах Появляются Отделения Где лечат Только гравиданом Даже в Западной Европе И США Появились Аналогичные Препараты Дженерики А исцеленные Люди писали Замкову Благодарственные Письма Вот одна из них Творит чудесная Страна Страна Советов Где жизнь Полна Расцвета Где пышно Техника Растет Все крепости Природы Побеждает Загадки жизни Сложные Замки Свободно Открывает И вот наш Врач Советский Врач Замков С тех пор Прошло Уже Пять Годков Вопрос Труднейший Разрешил Такой Придумал Аппарат Чтоб Измочить Готовить Гравидан Популярность Гравидана Привлекла И альчных Длицов Решивших Нажиться Начали Выпускать Гравидан Самостоятельно Без соблюдения Должной Технологии А это Резко Снижало Лечебный Эффект Не все Врачи Выполняли Главное Требование Гравиданотерапии Индивидуальный Подбор Дозировки И интервалов Между Инъекцией А при отсутствии Эффекта Они Винили Замкова Что касается Противопоказаний И побочных Эффектов То лишь В некоторых Случах Наблюдались Перевозбуждения Расстройство Сна И одышка Замков Выступил С предупреждением Что его Не следует Применять При туберкулезе В некоторых Формах Эпилепции Тяжелых Воспалительных Процессах И иных Случах Когда Активация Организма Может быть Вредной Наблюдалось И отсутствие Чувства Меры Масштабы Применения Гравиданы Явно Не соответствовали Его реальным Возможностям Так Передовики Производств Принимавшие Гравидан Говорили Что после Приема Чудо-препарата Они работали По 14 часов Легко Переупорная План На 300 Процентов Даже Вера Мухина По воспитанию Очевидцев Делала себе Инъекции Гравидана По несколько Раз в сутки По ее словам Это помогало Ей работать Над громадными Монументами В 1933 Году Институт Выпускал Собственный Периодический Научный бюллетень Государственного Института Урагравиданнотерапии Под редакцией Замкова Рассвет Деятельности Замкова Длился Недолго И закончился В 1936 Году Со смертью Горького Максима Зависть Коллег И как следствие Мощная Компания Лжи И травли В печать Препарат Из мочи Токсичен И привезет Больше вреда Чем пользы Его лечебный Эффект Селегком Обсловив Наличен В нем Особенного Гормонального Вещества Пролана Так не проще Ли наладить Выпуск Пролана В чистом Виде Предлагали Коллеги Вот они Коллеги Так Что такое Пролан Пролан Это устаревшее Название Хорианического Гонадотропина Обнаружен Мочи Беременных Самок Млекопитающих Его источником Мочи Волшебные Ворсинки Хориона Плаценты Термин Пролан А Пролан Б Использовавшиеся В прошлом Фолликулостимулирующий Гормон И Лютеинозирующий Гормон Эффекты Гонадотропина Стимулируют Выработку Половых Гормонов Стимулируют Выработку Семени Способствуют Развитию Половых Органов И вторичных Половых Признаков У женщин Дополнительно Стимулируют Процессы Связанные С деторождением Институт Просуществовал 6 лет Были выпущены Труды По Уриногравиданнотерапии Под редакцией Замкова В 300 клиниках Нашей страны Работали С урогравиданом Никаких Отрицательных Последствий Его применения Обнаружено Не было Наоборот Подавались Лечению Рахит У детей Гормональное Нарушение И половое Бессилие Неврологические Расстройства Алкоголизм И наркомания Улучшилась память Так авторы Стати Гравинатерапии В борьбе С наркоманией Стрельчук И Обнорский Отмечали Что у лиц Зависимых от опиатов В процессе лечения Исчезли страхи Депрессия Болезные ощущения В различных органах Слабость Улучшилась память Восстановился сон Но главное Гравидант Во много раз Усиливал Мужскую Путенциум В 1938 году Институт Ураграринатерапии Был закрыт А сам Замков Остался без работы Каждую ночь Ждали ареста Он перенес Тяжелый инфаркт И едва Выкарабкался Но За опального Доктора Вступили Сразу Три Его бывших Пациента Молотов Каганович И Ворошилов Оправившись Он работал В здравом пункте Артели Головные Уборы Когда началась война Семьи Замковых Эвакуировали На Урал В декабре 1941 Его жену Веру Мухину Вызвали в Москву Алексей Замков Остался на Урале Страдая от разлуки Он верил В целебную силу Гравидана Рвался оказать Медицинскую помощь Пишет в инстанции Пытается наладить Производство Гравидана Но никто Его не слушает Для восстановления Своего организма Он колет себе Гравидан Есть рисовую кашу И с силой прибывает Но дело не двигается И он впадает В тяжелую депрессию Отчаянно В это время Он пишет жене Милая верушка Мое пребывание Здесь равносильно Гибели Я превратился В старика Которого едва Держат ноги Я не верю Что мне опять Удастся возродить Дело с Гравиданом Столько борьбы Столько пакостей И гадостей Вокруг Этого дела Меня окончательно Сломили И парализовали Мою волю Исковали Мое желание К жизни Ты прости меня Милая В 1942 году У него случился Повторный Пришедший на вызов Молодая женщина В раз Не зная Кто он такой Рекомендовала Покой А потом добавила И никаких глупостей Вроде препарата Замкова Это окончательно Доконава Замкова Он закричал Вар Ночью в которую вошли лица, травившие Замкову при жизни и вновь провалившие его дело. Доброго здоровья и до новых встреч!